Еще одной библиотекой, где мы сможем найти какие-то полезные вещи для того, чтобы применять функции, является, конечно же, библиотека functools. И мы рассмотрим, пожалуй, главную функцию из нее, которая и делает ее такой замечательной, это функция partial. Функция partial позволяет нам запомнить некоторые аргументы, с которыми мы хотели бы вызвать функцию, и возвращает нам функцию, в которую нам эти аргументы передавать больше не нужно. Давайте рассмотрим самый простой пример. Если вы передаете в конструктор нашего целочисленного типа int строку, то вы можете также указать систему исчисления, в которой находится данная строка. Допустим, мы бы хотели написать функцию, которая бы по умолчанию считала, что все числа, которые мы передаем в строке, они являются двоичными. Давайте сначала запустим конструктор нашего класса int, передадим в него строку 1.1.0.1 и укажем, что это в двоичной системе исчисления. Мы сочетаем таким образом int и убедимся в том, что значение нашего двоичного числа 1.1.0.1 это на самом деле 13. Однако мы хотим написать функцию, которая бы принимала аргументом лишь одно число. А делала бы на самом деле то же самое. Она бы вызывала функцию int и указывала явным аргументом base равным 2. Для этого нам нужна функция partial из библиотеки functools. Мы можем указать, что нам нужна функция с уже частично примененными аргументами. Давайте мы назовем ее int2. Мы скажем, что это partial. Она принимает всю функцию int. И она принимает аргумент base равным 2. Тогда если мы попробуем написать, что x равно int2, наша строка 1.1.0.1, и затем вывести x на экран, то как ни удивительно мы увидим тот же самый вывод. Таким образом мы можем сказать, что функция partial берет функцию и частично подставляет в нее какие-то из аргументов, при этом возвращая нам новую функцию, в которую больше эти аргументы подставлять уже не нужно. Теперь применяя все полученные нами знания, мы можем написать одну простую универсальную функцию. Пускай внутри нашего списка находятся, например, последовательности, будь то кортежи, строки или списки. Мы можем отсортировать наш большой список о последнему элементу, допустим, в кортеже или строке. Для этого давайте возьмем функцию sort из нашего класса list. Она принимает обязательно self первым аргументом, то есть объект нашего списка. И частично применим к ней аргумент key, в который мы положим item getter от минус 1. То есть мы берем последний элемент. Теперь давайте наш код запустим и убедимся в том, что при первом запуске нашего кода имена внутри нашего списка были в оригинальном порядке, в таком же, как они указаны выше. А после сортировки с помощью функции sort by last мы действительно сортировали их по последнему элементу в кортеже, то есть в нашем случае по фамилии. Однако наша функция является универсальной. Если мы объявим какой-нибудь список строк y, например, который содержит abc, cba и, допустим, abb, и запустим на нем sort by last, а затем выведем его на экран, то мы также убедимся в том, что мы смогли отсортировать наш список, который содержал строки, по последнему элементу в строке, то есть по последнему символу. Сначала у нас следует строка, которая заканчивается на a, затем у нас следует строка, которая заканчивается на b, и затем у нас следует строка, которая заканчивается на c. В данном уроке мы с вами рассмотрели некоторые подходы и некоторые библиотеки, которые мы можем использовать при так называемом функциональном подходе. Мы с вами считали, что почти все является функциями, даже конструкторы типов, потому что мы можем их вызвать и передать туда аргументы и получить какое-то значение обратно. Как мы смогли с вами заметить, некоторые вещи мы можем написать с помощью функционального подхода достаточно элегантно, однако они требуют дополнительного понимания того, что мы передаем функции внутри функций, и некоторые функции даже возвращают функции.